Молодые, здоровые хаски очень любят пробегать. Агрессия к человеку, и особенно к детям, у них недопустима по стандартам породы и по их историческому происхождению. Они видят ситуацию, когда мы одеваемся в спортивную одежду, когда развешаны шлейки, и люди что-то собираются делать. Поскольку есть снег, они уже привыкли к тому, что у них сейчас будет тренировка. Да, да, да. Порода стала достаточно популярной. Достаточно популярна стала довольно недавно, может быть, последние лет 10. И много тех людей, которые купили себе одну собаку, чаще всего суку, решают, что они теперь будут разводить щенков. Амурчик, иди сюда. Не, не, я с другой стороны подошел. Иди ко мне, иди сюда, иди сюда. Вот, замечательные вот эти вот. Они похожи на волка. Вот, гуляй. И в то же время они очень сильно ориентированы на человека. То есть в любом случае собака обращает внимание на стаю, но человек для нее в приоритете. В ездовом спорте эти собаки прекрасно себя чувствуют и как в упряжке, и как в индивидуальных видах спорта. То есть, если человек едет на лыжах с собакой, да, собака получает не меньше удовольствия, чем если бы она была, работала в упряжке с 5-6 другими собаками. Вот, конечно, для того, чтобы запрячь собаку упряжку, нужно необходимое оборудование. Это и нарта, и шлейка, и потяг с амортизатором, то есть сама вся эта система сцепления. Естественно, необходимы какие-то минимальные навыки для собаки, да, которые позволят ей понимать оптимально, что хочет от нее человек, и достичь оптимального результата в беге, в самой упряжке. Отношение к другим зверям и животным по-разному. Есть собаки-лидеры, которые не допускают присутствие каких-то других животных. Есть собаки, ну, пониже рангом, которые, в общем-то, уживаются со всеми. Вот, допустим, если сравнивать с самоедом, то это собака, которая более эмоционально подвижна, и она контактирует практически с любой другой породой. Хаски могут относиться к мелким породам как охотники, да, и, соответственно, нужно социализировать и приучать собаку хаски к тому, что есть более декоративные мелкие породы собак, и что это тоже собака, а не дичь. Вот. Поэтому, естественно, когда собака живет в условиях полного контакта с собакой и с человеком, и видит других маленьких собачек, естественно, она привыкает к тому, что их не надо есть, с ними надо дружить. Ну, а как насчет возможного, там, независимого характера, своевольного характера? Есть такие черты? Да, есть. Я считаю, что это плюс, потому что, вот, исходя уже из того, что за 15 лет много статистики, много собак мы видели, да, и через наши руки прошли разные характеры, разные лидеры, Я могу сказать, что принятие собакой самостоятельного решения, это заложено в ее генах. Ну, давайте, допустим, разберем такой обычный пример. На перекрестке упряжка должна принять решение поворачивать вправо или влево. Естественно, каюр дает команду, и собака, услышав, собака-лидер, услышав эту команду, должна повернуть туда, куда нужно. Знакомая, давно сбеганная упряжка поворачивает не в ту сторону, в которую командует каюр. Естественно, каюр нервничает, переживает, как это так, в честь чего начинает упряжка не слушаться, и лидер в том числе. И все-таки поворачивает в ту сторону, куда хотел ехать. Они доезжают до определенного момента и видят там упавшее бревно. Каким-то образом собака то ли почувствовала, то ли, ну, сложно сказать, что это было. То есть мы потом уже поняли о том, что это было не просто какой-то каприз, да, а каким-то образом она почувствовала вот это препятствие на дороге. То есть это какой-то супер продвинутый навигатор у собаки? Я не знаю. Может быть, это гены, какая-то интуиция о том, что путь дальше как-то в эфире, как это сказать-то, закрыт, да. Но я не могу это объяснить. И вот эта вот самостоятельность принятия решения, она сопутствует, естественно, всю жизнь собаке и ведет ее к каким-то, ну, ей одним ведомым целям. Порода стала достаточно популярной. Достаточно популярной стала уже довольно-таки давно, может быть, последние лет 10. И много тех людей, которые, купив себе одну собаку, чаще всего суку, решают, что они теперь будут разводить щенков. Как правило, у этих людей недостаточно опыта, недостаточно знания того, как подобрать правильно кобеля, как воспитывать щенков и так далее, и так далее. Им кажется, что они могут быстро на этом заработать. Кто-то из благих побуждений считает, что суки нужно обязательно родить, потому что бытует такое мнение, да, для того, чтобы она себя хорошо чувствовала, что... Иначе по здоровью будут большие проблемы. Да, что по отзывам многих авторитетных ветеринаров не является доказанным фактом, да, но тем не менее в народе такое мнение бытует. И смысл в чем? У них появляется достаточно много щенков, которых они потом пытаются как-то продать. Из-за того, что очень много предложений продать за какие-то хорошие, как им кажется, деньги в них не получается, поэтому эти щенки в буквальном смысле раздаются уже за бесценок. И тут получаем мы такую ситуацию, что те люди, которые хотят получить хаски, красивую собачку, дешево или почти бесплатно, они эту собаку получают. И получают они эту собаку не потому, что они готовы активно вести образ жизни, готовы ухаживать за собакой, им просто хочется красивую собачку. И потом они сталкиваются с теми самыми проблемами в воспитании, в уходе за собакой. И это в данном случае не имеет значения хаски, это или была бы какая-нибудь другая порода, человек к этому не был готов. Он взял эту собаку, потому что есть красивые хаски, бесплатно или почти бесплатно. Он радуется, он берет. И столкнувшись с первыми трудностями, к сожалению, немало таких людей, которые собаку пускают на улицу. Субтитры сделал DimaTorzok Предки всех северных издовых пород, которые у нас сейчас есть, это и хаски, это и маламуты, и... Самоедская собака. Самоедская собака и другие северные издовые породы. У них у всех один общий предок, это камчатская издовая собака. Этой породе уже несколько сотен лет. И хаски появилась из этой породы на территории нынешней Сибири, по берегам, по побережью Северного Ледовитого океана, и те, которые на континентальной части Аббавитальда. Эту породу использовали чукчи для перевозки грузов. И очень часто, и сейчас такое это происходит с теми издовыми собаками, которые они используют и тогда, собаки были летом на самовуголь, что называется. Летом, когда достаточно пищи, когда собаке ничего не угрожает, и чукчам сложнее их прокормить в это время, и они не нуждаются в этих собаках летом. Они их отпускали, и они свободно гуляли, скрещивались при этом с волками, с лисами, и набирали новый генофон, скажем так, для дальнейшего развития породы. Зимой собаки обратно собирались к чукчам, и уже, соответственно, работали в упряжках, то есть по своему основному предназначению. Далее, в начале 20 века, во времена золотой лихорадки на Аляске, эта порода стала очень популярна после того, как один американский путешественный к упряжку из хаски, тогда еще не было такого названия породы, это были ездовые собаки из Сибири. Он привез просто новых собак из Сибири, тех, которых не привыкли видеть там на Аляске. Это были собаки мельче, чем те собаки, которые использовались на Аляске, и поэтому все остальные золотоискатели, коллеги его, сначала на него посмотрели с недоверием, он привез каких-то сибирских мышей, именно так называли этих собак, которые привезли из Сибири. Но эти сибирские мыши себя очень здорово показали на Аляске, на первых соревнованиях, которые там проходили, и дальше в дальнейшем работе, и, собственно говоря, популярность этой породе обеспечила именно золотая лихорадка в Аляске и те первые гонки, состязания по гонкам на собачьих пляж, которые проходили там в это время. Это начало 20-го века, 20-е годы. Чуть позже, в 1934 году, эту породу официально зарегистрировали, и прописку она получила именно в США. То есть, есть страна, в которой зарегистрирована порода, хотя корни этой породы наши, российские, русские корни, и она именно из Сибири. Ну, с Вураболи, по сути. Ну, в общем-то, да, кстати говоря, с самоедской собакой получилась примерно та же самая история. Самоедская собака, самая порода, примерно то же самое, тоже она в Америке была зарегистрирована, хотя происхождение тоже наше. А теперь, что касается, как отличаются породы. У нынешних чукчей, у них в работе всё так же используются северные ездовые собаки. И тех хаски, которых мы привыкли видеть вот здесь, у нас, с характерным окрасом, голубыми глазами, мы там практически не встретим. Потому что эти собаки, во-первых, смешиваются с множеством других пород, и там главный принцип – это получить исключительные ездовые качества. То есть, за чистотой крови, в нашем понимании, который мы ведём с точки зрения селекции породы, там не ведётся, потому что в этом просто нет необходимости. Там собака должна обладать определёнными рабочими качествами, потому что там они пробегают по 100 км в день, с тяжёлыми грузами, в упряжках по 20 собак и более, и осуществляют вот такую работу. Те хаски, которые мы называем именно сибирские хаски, это порода, которая имеет свой стандарт, закреплённый. И соответствие этому стандарту, собственно говоря, позволяет сказать, что вот эта собака – это сибирские хаски. Сибирские хаски – это сибирские хаски. Ну, даже вот сейчас, когда мы записываем, мы слышим хаски. Да, да, да. И я понимаю, что эта порода далеко не молчаливая. Вот как объяснить людям вот этот момент, что эта собака громкая, что она и лает, и воет, или, допустим, просто воет, и как часто она воет, Меньше лает, чем воет. Сейчас они воют, потому что мы взяли с собой в дом собаку, чтобы одеть её, да, и чтобы она участвовала в съёмке, а там остался тот мальчик, который должен быть как раз на больничном дома. И вот он там бедный мерзнет и возмущается, как это так, меня променяли на какую-нибудь другую девушку. Сейчас очень нетипично, они сейчас просто возбуждены, они видели нас на улице, что мы готовились, куда-то собирались. И они в предвкушении того, что мы сейчас должны ехать на тренировку. Поэтому они сейчас находятся в таком возбуждении, и мы их слышим. Ребята, я понимаю, да, я просто говорю о том, что иногда, а может и зачастую, не знаю, люди выбрасывают хаски, исходя из того, что мы её забрали, мы с ней нормально обходимся, она воет, нас соседи вообще достали. Это вопрос воспитания. Буквально недавно был телефонный звонок, такой буквально вчера или позавчера. И звонил сосед и говорил о том, что вот вы подскажите, вы заводчики, ПВ-профессионалы, что мне делать с моим соседом? У него четыре хаски, и они воют, он там, наверное, их мучает, они там, наверное, сильно страдают. И мне пришлось объяснить ему о том, что хаски и вытьё – это не признак того, что им плохо. Да, может быть, немножко скучно, но в основном это общение в стае. Начинает песню вожак, потом подключается бета и так далее по иерархии, и в конце включаются дети. То есть это общее коллективное пение, и оно не имеет ничего общего с тем, что собаку мучают или как-то сильно плывут. Сигнал боли, сигнал тревоги – это не про это? Нет, 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 это висх. Это висх и совершенно другая сигнализация. Нет, она не имеет ничего общего к вою. И даже среди волков, то есть песня волчья, она немного более социального характера, нежели в какую-то отрицательную сторону. Но всё равно человек, приобретая такую породу, должен понимать, что это будет случаться с любой собакой. Нет, не обязательно. Нет, нет. Не обязательно. Далеко не все хаски, скажем так, воют поодиночке. А это можно понять заранее, нет? Чем больше собак, тем больше вероятность, что они будут выть, потому что это стаи, это коллективное общение. Чем меньше собак, одна-две, не факт, что они будут выть вообще. Но в стаи они могут выть два-три раза в день по одной минуте. Речь идёт о том, как предупредить человека, как справиться с тем, что у него одна собака в доме воли. Делается это на самом раннем возрасте, то есть когда щенок, попав домой, он пытается выть, скулить, когда ему скучно, когда он требует к себе внимания. То есть на этих этапах просто это надо пресекать как нежелательное поведение. Точно так же, как мы любое нежелательное поведение собаки, там, будь то залезание на диван, там, когда он грызёт там тапки, да, мы это пресекаем, мы не даём этому подкреплению. Точно так же этому вою хаски тоже нужно не давать подкрепление, это нужно воспитывать, что ни о чем. Ну, это просто сейчас не тема этого разговора. И вот две хаски, которые дома сидят и не воют. И это всё воспитывается. При том, что те это воют. В стае это сделать почти невозможно, потому что найдётся один заводила, будет выйти вся стая. Это нормальное поведение для стаи. Они таким образом слышат друг друга, им так проще. По одиночке, если мы слышим, что одна собака в квартире воет, это чаще всего упущенное воспитание на этапе вот щенячества. Некоторые считают, что такую породу, как хаски, достаточно вот с ней бегать, 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 а вся послушка – это не про них, не для них. И вообще не надо даже задумываться над этим. Так ли это? Нет, конечно. Для любой собаки это актуально. И кинология – это прежде всего объяснение и перевоз человеческого на собачий язык и обратно. Двух объектов нужно каким-то образом привести к одному общему знаменателю. Собака должна понимать, что хочет от неё человек. Человек должен понимать, что нужно собаке для комфортной жизни вместе с ним. То есть получается идеальный вариант – это дать собаке побегать, дать ей физических нагрузок, а потом ещё в эту же прогулку позаниматься с ней командами. Ко мне сидеть, лежать, стоять так. Именно в такой пропорции обычно и делается оптимальная прогулка и тренировка. То есть первые 10 минут собака не будет реагировать ни на какие команды, ни на какое воспитание. Ей нужно просто выплеснуть тот адреналин, который у неё скопился от радости того, что она сейчас пойдёт гулять. Естественно, в движении, в работе мышц всё это происходит. И собака через 10-15 минут уже поворачивает голову на хозяина и ждёт каких-то развлечений, каких-то интересных моментов уже для совместной прогулки. И тогда включается вкусняшка, включаются какие-то команды, какая-то интересная может быть игра в том числе. Может быть даже интеллектуальная, не только физическая. И получается оптимальная скомбинированная тренировка и прогулка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok